Детям до 16 смотреть не рекомендуется. Мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там под обвалами бесхозного здания едва не погибли двое бездомных. Мужчины только устроились на ночлег, как на них рухнула крыша. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите, аккуратно здесь нету до снега. Это эксклюзивные кадры спасательной операции. Заброшенные здания на улице Российской давно облюбовали бомжи. Вот и накануне вечером троица выпила, и довольно рано бродяги отошли ко сну. Но не знали они, что будет дальше. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они спать не гуляли, они подкрали на матрасе, пододвиняются. Нормально все. Серьезно, с края будет, пока не посередине. Когда крыша складского помещения рухнула, один из трех собутыльников вырвался на свободу и попросил встречных людей о помощи. Через несколько минут на месте уже работали спасатели. При проведении разведки обнаружили одного пострадавшего. По его словам, второй пострадавший находился целиком под завалом. В скором времени обнаружили второго пострадавшего, откопали, извлекли их из-под завала, передали бригаде СМП. 47-летнего и 41-летнего пострадавших увезли в больницу. Их жизни теперь ничего не угрожает. Первая версия случившегося – крыша рухнула из-за скопившегося снега. Вход за брошенные здания на всякий случай заколотили. А на улице Российской еще долго говорили о случившемся. Оба пошли живые. Ну вот человеку надо по-живому сказать такое. Ну, говорит, что не надо. Все живы, никто. А люди там болтают. А люди живы. Ой, ой, ой. Живые, нормальные парни. Крепкие, здоровые с ними. Елена Отмахова. Экстренный вызов. Пресловутое дело солевой. 16-летней девушки, изнасилованной своими сверстниками во время вечеринки, сегодня получило продолжение. В Ленинском районном суде начался допрос потерпевших. Но на скамье подсудимых из хода разбирательства дожидаются четверо молодых людей, которых обвиняют в совершении преступлений сексуального характера. В сентябре прошлого года эта история произвела эффект разорвавшейся бомбы. 16-летняя студентка колледжа стала жертвой изнасилования. По версии следствия, надругались над девушкой ее приятели, с которыми она отдыхала на квартире. Далее неадекватные знакомые жертвы раструбили о своем циничном подвиге на весь интернет, еще и выложив фотосвидетельство злодеяния в сеть. Неудивительно, что уже вскоре четверо подозреваемых очутились в СИЗО. Причем трое фигурантов, как и потерпевшие, еще не достигли совершеннолетия. В отношении предполагаемых насильников следственный комитет возбудил уголовное дело, в котором фигурировали сразу три статьи Уголовного кодекса. И вот весной 2015-го молодежный квартет предстал перед судом. Правда, за закрытыми дверями. Синалия была закрытым по нескольким причинам. Одна из которых является, поскольку преступление, которым обвиняются подсудимые, предусмотрены санкциями статьи, которые против половой неприкосновенности и свободы. В том числе и один из подсудимых несовершеннолетних. Сегодня начался допрос мамы пострадавшей девушки. В целом же заседание, как говорят участники, носило скорее технический характер. Как уверяют адвокаты подсудимых, самое интересное начнется во время прений сторон. Тогда же защита предполагает выложить свои основные козыри. В частности, это касается информации из интернета, которую удалось сохранить даже несмотря на масштабную зачистку сети, связанную с этим делом. В целом же ни защитники, ни их подопечные с предъявленными обвинениями не согласились. В частности, под сомнение ставится сам факт каких-либо насильственных действий в отношении потерпевшей, которая, по некоторым данным, находилась в отключке. Вменяют вину в совершении каких-либо действий в отношении лица, который не осознает ничего, ничего не понимает, ничего не чувствует, ничего сделать не может. Одновременно говорят о том, что они совершили что-то, преодолевая какое-то сопротивление. Но это глупость. Также стоит добавить, что представители обвиняемых подали гражданский иск против прокуратуры. Суть претензий заключается в незаконном разглашении ряда сведений о подсудимых, а также высказывании мнения об их якобы виновности. В общем, процесс обещает быть весьма интересным. И по ходу него нас ждет, видимо, еще немало неожиданных поворотов. По оценкам участников судебного действия, продлится оно как минимум до лета. Леонид Лишенко, Артем Валевич, экстренный вызов. А в областном суде приговорили убить частного извозчика. Еще в октябре 2012-го друзья по колонии жестоко расправились с таксистом. В результате его дочь осталась круглой сиротой. Почти год назад напарники получили свой срок, но лишь за разбойное нападение на мужчину. В итоге дело пересмотрели и вынесли новое решение. Евгений Гридин и школьный медалист Александр Сахаров познакомились в тюрьме. У обоих за плечами многочисленные судимости. Криминальный диапазон от банальных краж до угонов. В 2012 году новые знакомые вышли на свободу, вернулись на родину и сразу принялись за старое. Сначала они были в Каргате, что они там встретились, что Сахарова как раз освободили, они встретились, что знакомы были уже. И там они ограбили Волково, то есть там кафе возле вокзала, и они похитили 30 тысяч. И потом они приехали в Барабинск. Возвращение рецидивистов обернулось убийством отца Натальи. На похищенные деньги они решили покататься по району на такси. Ехать в село Устьянцево извозчики отказывались. И только 42-летний Юрий Пашков согласился. Уже глубокой ночью мужчина хотел расстаться с пассажирами. Тогда те применили грубую физическую силу. Он скинул удавку, и они его вытащили потом. И добили еще, но он видать еще сопротивлялся, что с одним бы он справился. А раз их двое, что, и они его убили. Тело Юрия нашли в луже. Эксперты говорили, что мужчина захлебнулся. Сами фигуранты уверяли, что таксист был жив, когда они уехали с места ЧП на его машине. Однако еще тогда рецидивистам менили разбойное нападение и убийство группы лиц. В прениях мной было предложено признать Сахарова и Гридина по предъявленному обвинению виновными. И назначить наказание по совокупности преступлений. Сахарова 18 лет лишения свободы, а Гридину 18 лет лишения свободы. Однако в 2014-м Евгения Гридина и Александра Сахарова признали виновным только в разбое. Первый получил 8 лет тюрьмы, второй 9. Своими жалобами с рассказами, что их ущемляют в правах, они засыпали генеральную прокуратуру. Я же сижу ни за что. Впрочем, предыдущий приговор прокуроры обжаловали. Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. На этот раз факт убийства таксиста был доказан. Приговором Новосибирского областного суда Сахаров и Гридина осуждены за совершение разбоя в отношении Пашкова и его убийства, сопряженного с разбоем, и осуждены к лишению свободы Сахаров на срок 19 лет, Гридин на срок 18 лет, оба с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также фигуранты должны будут заплатить штрафы по 50 тысяч рублей и в общей сложности возместить моральный ущерб на сумму полтора миллиона рублей. Ведь дочка Юрия, Наталья Пашкова, после той роковой поездки рецидивистов, осталась круглой сиротой. Новые аварии и новые жертвы на трассе М-53. Лобовое столкновение привело к гибели трех человек. Еще четверо серьезно травмированы. Есть погибшие и на магистралях Новосибирска. Опять в сводки попала скоростная улица Станционная. Трагедия произошла около полуночи в Ленинском районе. Тойота Марк 2 летела практически по пустой трассе со стороны площади энергетиков в направлении второй станционной улицы. Возможно, из-за высокой скорости 36-летний водитель иномарки не сумел вовремя заметить припаркованный у обочины грузовик МАН. Как потом выяснилось, мужчина, скорее всего, даже не успел нажать на тормоз. В результате его автомобиль врезался в полуприцеп панелевоза. Страшный удар привел к фатальным последствиям. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте ДТП. Автомобиль получил серьезное повреждение и водителя пришлось извлекать из кузова с помощью специального спасательного оборудования. Причины и обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливаются. Больший груз, в который въехала легковушка, по словам инспекторов, был припаркован без нарушения правил. Вместе с тем в салоне разбитой «Тойоты» было обнаружено сразу несколько бутылок из-под крепкого алкоголя. Однако находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, пока установить не удалось. Проводится экспертиза. Леонид Лишенко, Александр Егоров. Экстренный вызов. Следователи ищут свидетелей сразу двух ДТП, причем речь идет о еще прошлогодних делах. Ранним утром 20 ноября возле остановки «Ботанический сад» водитель японского грузовика сбил бабушку. Причем пенсионерка в это время переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. А вот мотоциклисту, который в августе на бешеной скорости влетел в «Тойоту», повезло еще меньше. Он погиб на месте. По фактам обеих аварий возбуждены уголовные дела, и полицейские ждут помощи от внимательных граждан. Мы же напомним детали произошедшего. Случайные очевидцы только и услышали сильный удар, от которого мотоциклиста отбросило на 25 метров. Роковая встреча «Тойоты Короны» и «Ямахи» произошла на пересечении Жуковского и улицы Северной. Сначала все поспешили на помощь байкеру, но за считанные секунды тот скончался. Из иномарки также пришлось эвакуировать пожилого водителя и его пассажирку. Его на реанимацию везли, на руках. Женщина сама шла, ну в крови тоже была вся, пожилого возраста. На место прибыли автоинспекторы и стали устанавливать причину трагедии. Свидетели говорят, байкер несся на скорости 120 км в час. К тому же на красный сигнал светофора. Его выкрутасы такие же мотоциклисты приметили еще возле зоопарка. Все начиналось еще от зоопарка. Этот молодой человек с большими волосами, в дыбах сначала там газовал, все, со светофора трогался. Сразу видно было, что что-то как-то резво он ведет себя. За езду на бешеной скорости неизвестный байкер и поплатился жизнью. Впрочем, некоторые свидетели уверяют, что вины погибшего в этом ДТП нет. Этот автолюбитель должен был уступить дорогу гонщику. Он делает правый поворот, он не обязан пропустить мотоциклиста, потому что он на зеленый, они на зеленый правильщик. Но когда ты делаешь левый поворот, пропусти с правой стороны. Это твоя помеха. В обстоятельствах опасного маневра еще будут разбираться следователи. Если виновником ДТП все же был байкер, уголовное дело закроют. А если водитель короны, его ждет суд. Будьте осторожны. А если у вас есть криминальная информация, звоните. Наш мобильный телефон 310-2005 доступен каждый будний день в рабочее время с 10 до 6. Видео своих ЧП выкладывайте на страничке экстренного вызова ВКонтакте. На сегодня все. Увидимся завтра на канале ОТС. Субтитры сделал DimaTorzok